В эфире телеканал о первой карагандинской новости в суде Гульнуржаке. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Нурмухаммед Абдибеков предложил пересадить полицейских на лошадей и установить радиоузлы в паводкоопасных зонах. Караганда планирует заработать на туристах Всемирной выставки Экспо-2017. Для иностранцев и гостей шахтерской столицы будут организованы турпоходы в самую настоящую учебную шахту. Нужна ли Казахстану зеленая экономика? 77-летний пенсионер, разработчик ветрогенераторов, не может найти спонсоров для реализации своих инновационных проектов. Обо всем более подробно. Аким Карагандинской области предложил создать конную дивизию, которая будет совершать объезды паводкоопасных водоемов. Также он поручил установить системы оповещения населения в потенциальных зонах затопления. В пример глава региона привел радиоузлы своего детства. Паводкоопасный период 2017 года стал темой обсуждения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Аким Карагандинской области Нурмхамбет Абдебеков подчеркнул, что подготовку к весеннему паводку нужно начинать уже сегодня. Для этого, по словам главы региона, не нужны баснословные траты из бюджета. Один из примеров малозатратной профилактики – установка радиоузлов. Нурмхамбет Абдебеков вспомнил радиооповещение своего детства и предложил Акимам установить в опасных зонах громкоговорители и сирены. В детстве помню, в совхозе у бабушки и дедушки, ну радиоузлов есть там, и есть по совхозу вот эти ханакала были размещены. Просто это детские воспоминания, они там, в нем водопол гоняли. У меня рабочие полные там слушают, какие-то объявления делают. Когда в детстве не продаешь этому значение. А сейчас вот через призму вот таких ситуаций, с высоты вот этих хрестов, начинаешь понимать, что это действующая система вот этого оповещения. Понимаете? Также Абдебеков привел в пример конную дивизию города Актобе. Там давно налажена работа конных полицейских, которые совершают объезды опасных берегов. В Караганде, по словам Акима, не мешало бы пересадить полицейских на лошадей. При этом плюсов в этой затее много. Во-первых, не нужно тратить горючее. А во-вторых, лошадь может добраться в те места, куда не сможет проехать автомобиль. Хотя сам на приеме не занимался, в Актобе так делают. Я еще сначала один раз увидел, другой раз увидел, готов спрашиваю. Человек, говорят, даже конные патрули лезет на лошадях, не едешь, чтобы кто-то не туда лезет. Ну, понятно, там и другие задачи решают. Особенно там, вот, по дачному северу заезжают. Тех же бардачей не слежут и так далее. Между тем, по словам начальника ДЧС региона Ибрагима Кульшимбаева, подготовка к поводку опасному периоду уже началась. Всего возведено более 22 километров защитных дамб. Однако этого хватит лишь на инженерную защиту 16 населенных пунктов. Кроме того, по информации докладчика, в потенциально опасных районах не хватает локальных систем оповещения. К примеру, из 110 населенных пунктов, подверженных подтоплению, локальные системы оповещений установлены лишь в 47. На заседании также был заслушан отчет Акимы Бухаржираусского района. Как известно, этот регион один из самых уязвимых. Также совместно с ДЧС области и инспекцией, которые использованы оборудованием ресурсов, мы осуществили 27 объектов. Значит, проверили, обследовали. Есть ряд замечаний, которые мы относили в день по оберии возможности и устраняем. Также мы сейчас вашу обжарскую пункту передаем постановление на подготовку. Все документы постановлены, но мы его утром надо передаем в обжарскую пункту, чтобы ее возможно было бы оборудоваться. Особую тревогу, по словам чиновников, вызывает состояние гидротехнических сооружений. В регионе числится 228 водохозяйственных объектов. Спасатели и чиновники осмотрели 64 гидротехнических сооружений. В заключении Акимобласти поручил продолжить установку систем локального оповещения населения и контролировать своевременный сброс воды. А я мамрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Активизация работы для укрепления межконфессионального согласия и противодействия религиозному экстремизму. Такова главная цель работы областного совета по связям с религиозными объединениями. Очередное заседание совета состоялось в Акимате области. Областной совет по связям с религиозными объединениями при Акиме области провел очередное заседание. Задача совета состоит в том, чтобы способствовать укреплению межконфессионального согласия и диалога религий, а также повышать религиозную грамотность населения для противодействия распространения идей религиозного экстремизма. Об этом говорил глава региона, открывая заседание совета. В настоящее время на территории Карагандинской области осуществляют деятельность 314 религиозных объединений. Самые крупные из них – ислам и православие. На заседание совета были заслушаны Акимы Абайского и Бухаржираусского районов. Они рассказали о работе районных советов. В целом деятельность признана удовлетворительной. Продолжать решать о контроле вопросами на крепление межконфессионального согласия и долеганности. По вопросам информационно относительно работы учителей среди населения по профилактике глигиозного экстремизма. Организовать работу по заполнению ваганка должностей сельских имамов для недопущения религии мастер Мистера Джамала. Вот эти моменты. Ну и надо посмотреть еще из нашего плана. Может быть, какие-то вопросы, которые мы получили. Также было отмечено, что наблюдается активизация прозелитической деятельности со стороны некоторых религиозных объединений, направленные на привлечение новых сторонников из числа молодежи. К примеру, церкви «Новая жизнь», «Грейс Благодать» под видом реализации социального проекта вовлекают в ряды молодежь, в том числе несовершеннолетних школьников. Андрей Тенул, Жас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Туристов Всемирной выставки Экспо будут приглашать в Караганду для экскурсий по шахте. Правда, вместо настоящей шахты на обозрение иностранцев будет предложено смотреть учебную шахту и музей горно-индустриального колледжа. Сегодня глава региона Нурмухамбет Абдебеков лично посетил будущую туристическую достопримечательность. Шахта была построена в 1979 году. Ее используют для отработки практических навыков у студентов горных специальностей. Здесь есть настоящее оборудование, аналогичное тем, что используют для подземной добычи угля. Попасть в шахту можно только надев специальную экипировку. У Акимобласти не исключение. Глава региона прошел через ламповую, получил жетон и надел специальную форму. В будущем для посетителей, возможно, даже будут выдавать сухой паек. Руководство колледжа также подумывают о сувенирах в виде кусочков угля и сертификатах о посещении шахты. Для туристов построят специальную клеть, которая будет имитировать спуск под землю. Глубина учебной шахты – 7 метров. Приходит группа посетителей. Мы рассказываем о нашем карагандинском угольном бассейне, показываем все. Они смотрят экспонаты. Потом заходим в нарядную. В нарядную, в ламповую они получают каску, они получают робу, они расписываются техникой безопасности. Далее мы подходим к литью. В литью мы опускаемся в шахту. Это немножко будет имитация небольшая. Также здесь откроют зал шахтерской славы. В нем будут представлены выдающиеся горники региона, трудовые рекорды, история карагандинского угольного бассейна. Бывший горный инженер Акима области оценил задумку авторов. С его слов, шахта уже готова на 70%. Хотим, чтобы в рамках Экспо-2017 часть туристов, которые приедут сюда и смогут реально посмотреть шахту, реально прикоснуться к этому шахтерскому труду. Для воплощения всех идей в жизнь потребуется около 40 миллионов цинге. Особенно этот проект актуален в преддверии Всемирной выставки Экспо-2017. Аимамрина Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Балхаше успешно развивается малый и средний бизнес, строится новое жилье, набирает темпы развития туристический кластер. Такое заявление сделал Аким Балхаша на брифинге в региональной службе коммуникации. Тема брифинга – практическая реализация плана нации. Балхаш – это современный крупный промышленный город с населением чуть менее 80 тысяч человек. Так начал свое выступление Аким Балхаша Александр Аглиуллин. Он отметил, что в городе хорошими темпами развивается малый и средний бизнес, строится новое жилье, развивается туристический кластер. Причем именно туризму городоначальника дает предпочтение в недалеком будущем. Мы все понимаем, что запасы полетно-скопаемых не безграничны. Во-первых, что было сделано? В городе разработаны партнеральные планировки на восточном направлении по развитию туристической области. Он уже сейчас реализуется. Только в этом году построено 5 новых зоноток в этом направлении. Также планируется нам замкнуть полностью берегу Балхашского региона, то есть присоединить Чубарк-Убек и Турангаловый поселок к городу Балхаш, для того, чтобы полностью побережье было занято у нас политическими объектами. На брифинге говорили и о проблемах. Одна из них – обеспечение населения качественной питьевой водой. На протяжении многих лет в поселке Саяк остро ощущается нехватка воды. Пресную влагу в отдаленный населенный пункт подают из Балхаша. В солоноватом грунте водопровод с каждым годом все больше изнашивается. При этом озеро Балхаш, его соленая часть, находится всего в 45 километрах. Буквально недавно мы еще раз встречались с участием компаний, которые готовы поставить водопочтенную установку в поселке Саяк, с участием корпорации «Казахмус». Также они рассматривают свое участие в этом проекте. Ориентировочное строительство и пуск в эксплуатацию планируется с 2017 года. Аким Аглиуллин также отметил, что в следующем году Балхаш будет отмечать 80-летний юбилей. Уже в нынешнем году будет завершена реализация двух проектов государственно-частного партнерства. Это кабинет компьютерной томографии на базе Центральной городской больницы и офтальмологический центр. Александр Аглиуллин заявил, что Балхаш не является депрессивным. Город имеет большие перспективы развития. Чтобы лично в этом убедиться, он пригласил в Балхаш всех карагандинских журналистов. Андрей Тенжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Профессор Московского медицинского университета, хирург-проктолог Петр Царьков провел несколько операций в Тимиртаусской центральной больнице. Здесь же гость дал мастер-класс для местных врачей. Московский гость побывал в Карагандинском регионе по приглашению руководителей Карагандинской медицинской академии и профессора Сергея Лохвицкого. Операции на толстой кишке считаются одними из самых сложных в хирургии. Тем более в современной медицине, которая идет по пути малоинвазивных хирургических операций. В настоящее время околопроктологи все чаще используют видеоэндоскопы. О современных способах и методах хирургического вмешательства карагандинским врачам рассказывает профессор 1-го Московского медицинского университета имени Сеченова Петр Царьков. Мастер-класс проводится в Тимиртаусской центральной больнице. Профессор Царьков, повторяю, один из, наверное, первых трех нескольких ведущих специалистов в России, и в Москве, и в России, он планируется, что он выполнит операции здесь. Профессор Царьков не только рассказал о новейших методах проведения операции на толстой кишке, Петр Владимирович сам провел операцию Тимиртаусской пациентки. Медики отмечают, что первая операция и последующее консервативное лечение не принесло должного результата. Это единственный шанс остановить течение заболевания, которое может стать причиной смерти пациентки. И несмотря на то, что сегодня, по всей вероятности, нам придется удалить всю толстую кишку, мы попытаемся выполнить операцию по сохранению ей естественного хода кишечника, что, в общем, на сегодня в мире демонстрирует достаточно хорошие функциональные показатели. И полагаю, что мы сможем не только остановить болезнь, но и реабилитировать ее с социальной и хирургической точки зрения. Всего в Тимиртаусской больнице подготовлено три пациента. Профессор Царьков заявил, что готов помочь как можно большему количеству нуждающихся. Главными слушателями мастер-класса выступили рядовые хирурги и ординаторы Тимиртау и Караганды. Стоит отметить, что московский гость высоко оценил как квалификацию местных специалистов, так и оснащенность Тимиртаусской клиники. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 77-летний пенсионер разработал более 50 проектов зеленой экономики. Карагандинец даже запатентовал свои разработки. Профессор Сантай Житесов отправлял свои наработки в Министерство экономики и рекомендовал их для Всемирной выставки Экспо-2017. Однако желающих поддержать академика не нашлось. Сантай Житесов уже на пенсии. До заслуженного отдыха более 50 лет проработал в Карагандинском политехническом университете. Доктор технических наук является автором более 20 монографий и 200 статей. Также он разработчик инновационных энергосберегающих проектов. Последние из них – ветрогенераторы. Если таких устройств поставить на четырех углах высотного здания, они будут обеспечивать электроэнергией вот это самое здание. Но только при условии, когда скорость ветра выше одного метра на секунду. А если ниже будет, тогда, значит, оно, конечно, будет вращаться, но столько желаемых результатов не будет давать. Для этого нужно аккумулировать электроэнергию. По словам пенсионера, данные генераторы можно использовать не только для освещения домов. Система может помочь и в машиностроении, и при сборке вертолетов. Профессор демонстрирует генераторы, работающие не только от силы ветра, но и от энергии солнца и воды. Однако ни одна из разработок профессора не была оценена по достоинству. Ну, мы предложили эти все варианты в Министерство энергетики, и, значит, экспо, там, значит, вот это 20-17 и так далее. Они обещали использовать его, но поскольку у меня поддержки там нету, и не проходит до сих пор ни один из этих проектов. Хотелось бы, конечно. Недавно профессору предложили преподавать в Тимиртаусском индустриальном университете. Однако 77-летний ученый отказался из-за большого расстояния. Сантай Жетесов не отчаивается и верит, что его разработки все-таки пригодятся стране. Айям Амрина Жакслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее на сегодня. Очередная игра на выезде и очередное поражение. Хоккейный клуб «Сарарка» проиграла команде «Ишсталь» с отсчетом 2-1. В упорной борьбе карагандинцы сумели довести игру до овертайма. Однако удача оказалась на стороне хозяев площадки. Первый период прошел в обоюдоострых атаках. Причем вначале доминировал «Ишсталь», а в концовке «Сарарка». Они же и продолжили натиск во второй 20-минутке. Благо, частые штрафы у хозяев позволили карагандинцам надолго задерживаться в чужой зоне. В середине периода последовала череда удалений. Трижды ижевчане выстояли в меньшинстве, на четвертой дрогнули. Дальний бросок подправил Олег Ломако. 0-1. В заключительной 20-минутке игра снова выровнялась. Их хозяева площадки на 53-й минуте сравняли счет. 1-1. Дело дошло до овертайма, во время которого капитан «Сарарки» нарушает правила, оставляя свою команду втроем. Ижевчане воспользовались преимуществом. Григорий Глебов мощным броском под перекладину с середины зоны обозначает победу Ижстали. Комментируя игру, наставник «Сарарки» заявил, что именно индивидуальные ошибки игроков привели к поражению. Индивидуальные ошибки некоторых игроков при хорошей игре, привели заигранную машину. В целом, да, так по игре, в принципе, готовились, как и так, команда соперника. Главный тренер клуба Ижсталь признал в «Сарарке» серьезного соперника. И тем приятней стала эта победа. Ну, соперник владел игровым преимуществом, да, у нас, то есть, по второму периоду, много удалений, не получилось играть. То есть, в нашу зону все спасали, а мы чужие даже не отцеплялись. Ну, и на третий период быстро, ребята. То есть, момент появился, забили. Так, добрые, ребята, но тяжелая игра, тяжелая. Караганда, это лично. Мы серьезно соперник против парада этой победы. «Сарарка» продолжает выездную серию. 15 октября карагандинские спортсмены проведут игру в Перми, где встретятся с местной командой «Молот при Камье». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Солбовенстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова